здравствуйте учимся вязать такой мотив понадобится пряжа 4 цветов вязать я буду пряжей детская новинка и крючок три с половиной вязание мотива начинаю с цепочки из 6 воздушных петель цепочку замыкаю в кольцо и в кольцо нужно провязывать столбики столбики группами по три столбика с двумя накидами первый столбик заменяют петли подъема провязываю 3 воздушные петли 2 накида в колечко ввожу крючок провязываю столбик с двумя накидами не довязывая его на один шаг снова 2 накида снова провязываю столбик не довязывая на один шаг у меня три не довязанных столбика я провязываю их вместе далее 3 воздушные петли и все повторяю три столбика с двумя накидами провязаны с общей вершиной 3 воздушные петли и всего таких групп столбиков должно быть восемь значит еще нужно провязать шесть раз в конце ряда 3 воздушные петли и соединительный столбик вот сюда в вершину где у нас собираются столбики самые первые все не забываем посчитать должно быть восемь можно нитку отрезать и конечно не буду это делать но имейте ввиду что ниточку уже в работе использовать не будем поэтому можно отрезать дальше добавляю нитку другого цвета ее можно добавить вот сюда но я добавлю вершину нитку беру черную здесь должна быть нитка темная для контраста дальше я провязываю соединительный столбик под арку для того чтобы просто сместиться и уже отсюда начну провязывать дальше 3 воздушные 2 2 воздушные петли потому что столбики будут с общей вершиной дальше я провязываю столбик с накидом не довязываю его следующий столбик с накидом не довязываю его и теперь провязываю все три столбика вместе у меня три столбика с одним накидом с общей вершиной далее 3 воздушные петли под эту же арку я провязываю точно так же три столбика с одним накидом с общей вершиной каждый раз не довязывать столбик на один шаг три столбика провязываю вместе в одну арку я провязала два раза по три столбика с одним накидом с общей вершиной после этого 1 воздушная петля и точно так провязывать под каждую следующую арку по два раза по три столбика с общей вершиной между ними 3 воздушные петли при переходе от одной арки к другой 1 воздушная петля то есть 1 воздушная петля вяжется над каждой группой столбиков предыдущего ряда а между вот здесь темненькими столбиками 3 воздушные петли воздушная петля и начинаю вязать под следующую арку в конце после столбиков 1 воздушная петля и соединительный столбик вот сюда в вершину где собираются три столбика с накидом этот ряд закончен следующий ряд вязать пряжей того же цвета провязываю под арку соединительный столбик для того чтобы сместиться воздушная петля и начинаю сюда провязывать столбик без накида полустолбик с накидом три столбика с одним накидом 1 2 3 снова полустолбик с накидом теперь уже с этой стороны столбик без накида все вот здесь арочка обвязана далее перехожу к обвязыванию следующей арки при переходе провязываю воздушную петлю и все сначала и перехожу к следующей арке при переходе 1 воздушная петля так провязать под каждую арочку конце после провязывания столбиков 1 воздушная петля и соединительный столбик в самое начало петлю подъема все этим цветом мы больше вязать не будем можно нитку обрезать и спрятать дальше берем пряжу светлую у меня это белая и я буду провязывать обвязывая все столбики которые у меня связаны столбиками без накида начинаю провязывать ввожу крючок но под любой столбик можно добавляю нитку воздушная петля и начинаю провязывать над каждым столбиком столбики без накида и за счет контраста это выглядит очень красиво довязываю до того места где у нас в предыдущем ряду была связана воздушная петля сюда нужно провязать столбик но не под воздушную петлю а рядом ниже там где у нас был связан второй ряд я ввожу крючок вот сюда чтобы у оба ряда были захвачены столбиком чтобы он выделялся на фоне черном вот так это будет выглядеть дальше провязываю следующие столбики снова довязала до воздушной петли ввожу крючок под все ряды черные и провязываю столбик без накида вот так это выглядит видите как контрастно довязываем так до конца под каждый столбик в конце ряда все столбики обвязаны последний столбик который на ряд ниже и соединительный столбик вот сюда в самое начало где у нас была петля подъема все этот ряд закончен нитку можно обрезать обратите внимание на мотив его можно использовать как самостоятельный мотив такое получается какой интересный мотив дальше вяжем пряжей другого цвета добавляю нитку один лепесток над первым столбиком я добавляю нитку даже могу добавить немножко по-другому первый столбик и начинаю вязать пряжи этого цвета 2 воздушные петли вместо полустолбика с накидом далее полустолбик с накидом это у нас как один полустолбик с накидом дальше как второй полустолбик с накидом над следующим столбиком 3 полустолбик с накидом над следующим четвертый полустолбик с накидом 4 полустолбика с накидом далее нужно провязать столбик без накида 1 2 3 лепесток обвязан вот где у нас был особенный такой длинный столбик сюда провязываю 4 столбик без накида и еще по следующему лепестку 4 столбика это будет 5 6 7 и 8 8 столбиков без накида дальше следующие 4 полустолбики с накидом 1 2 3 и вот здесь над этим столбиком 4 формируем уголок будущего квадрата провязываю 3 воздушные петли дальше провязываю 4 полустолбика с накидом дальше 1 2 3 6 полустолбика с накидом 2 4 3 4 полустолбика с накидом 1 3 2 1 2 2 3 3 4 4 4 4 и 3 4 4 4 4 4ы 3 5 sort Далее 8 столбиков без накида. Смотрите, 4 полустолбика с накидом, 8 без накида столбиков, 4 полустолбика с накидом, 3 воздушные петли, это угол. Дальше снова 4 полустолбика с накидом, 8 столбиков без накида, 4 полустолбика с накидом, снова 3 воздушные петли, будет второй уголок вот здесь. Итак, провязываем 4 раза. Должно быть 4 вот такие арочки. Это будут уголки будущего квадрата. В конце этого ряда, когда будут провязаны полустолбики, далее 3 петли и соединительный столбик в верхнюю петлю петель подъема. Этот ряд довязан. Получилось 4 уголочка у нас. Этим же цветом пряжи провязывать следующий ряд. Нужно сместиться. Я провязываю соединительный столбик вот этой петли подъема над следующим столбиком. И еще над следующим столбиком. Получается я с краю над третьим столбиком. И начиная с четвертого провязывать столбики без накида. Воздущая петля, считаем первый, второй, третий, над четвертым, столбик без накида. Дальше над всеми столбиками предыдущего ряда столбики без накида. До четвертого с краю. Получается с одной стороны и с другой стороны над тремя столбиками столбики без накида не провязывать. Отсчитываю с этой стороны первый, второй, третий. Значит, над этим мне еще нужно провязать столбик. Дальше, там где арочки, в эти арки, провязывать столбики с двумя накидами. С четыре столбика, четыре, между четверками, три воздушные петли. Формируем дальше уголок квадрата. Два накида. Два, четыре столбика. Далее три петли. И сюда же еще четыре столбика. Внизу отсчитываю три столбика. Над четвертым начинаю столбик без накида вязать. Далее над каждым столбиком отсчитываю здесь первый, второй, третий. Над четвертым провязываем последний столбик без накида. Дальше все повторяем в арку. Так, я провязала не четыре, а три столбика. Интересно, заметил это кто-то? Первый, второй, третий. Над четвертым столбик без накида. Над каждым по столбику без накида. До четвертых с этой стороны. Довязываем сюда. Далее четыре столбика с двумя накидами. Три воздушные петли. И еще четыре столбика. И все повторяем. Видите, получается уголок. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда после провязанных столбиков с двумя накидами нахожу начало. Первый, второй, третий, четвертый столбик. И сюда провязываю в соединительный столбик. Все. Этой пряжей больше не вяжем. Нитку обрезаем, в хвостике прячем. Добавляю пряжу снова белую. Добавляю в том месте, где первый низкий столбик. После четырех столбиков. Можно добавить и здесь. Но я не хочу, чтобы на стыке и заканчивался ряд, и начинался новый пряжей. Этот ряд нужно обвязать столбиками с одним накидом. Первый столбик заменяю три петли подъема. Дальше над каждым столбиком, столбик с одним накидом. До самого уголка. И низкие столбики обвязать, и высокие. По одному столбику с одним накидом. В уголке, там где три петли, два столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. Один столбик с двумя накидами. Вытягиваем уголок. Снова воздушная петля. И два столбика с одним накидом. Далее снова все столбики с одним накидом. До следующего уголка. В следующем уголке вязать точно так же. Два столбика с накидом. Одна воздушная петля. Столбик с двумя накидами. Воздушная петля. Два столбика с одним накидом. А над всеми остальными, по всем четырьм сторонам, столбики с одним накидом. Когда будут провязаны вот здесь все столбики, последний и соединительный столбик в верхнюю петлю петель подвома. Вытягиваем нитку и протягиваем сразу ее через все петли на крючке. Сейчас наш мотив выглядит вот так. Дальше. В следующем ряду. Над каждым столбиком, над каждым, нужно провязать столбик без накида. Вот здесь, где у нас в уголке столбик с двумя накидами и до и после него по одной воздушной петле. Вот над этими арочками нужно провязать по два столбика без накида. Везде по одному, а вот здесь по два столбика. Один столбик, один, два столбика. Над вот этим угловым один столбик, дальше два столбика. и снова по стороне по одному столбику. Начинаем ряд с петли подъема. Петля подъема. Сюда же провязываю столбик без накида. Когда ряд заканчиваем, столбик без накида и соединительный столбик вот сюда, где была петля подъема. Сейчас квадрат выглядит так. Можно вязать его и дальше, увеличивая его размер. Тогда в следующем ряду над каждым столбиком провязывать по одному столбику с одним накидом. А вот здесь, в уголках, там, где центральный столбик, над ним нужно провязать пять столбиков с одним накидом. За счет этого квадрат будет увеличиваться не только по сторонам, но и вытягиваться в углах. Вот и все. Мотив связан. Как соединять такие мотивы? На канале есть отдельное видео, очень подробное. Я показываю там несколько вариантов. Ссылка будет дана в описании и в подсказках в этом видео. Если видео было для вас полезным, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях и поделитесь им в соцсетях. Так вы поможете ему не затеряться и его увидит большее количество зрителей. Я буду вам очень благодарна. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. И до новых встреч!